Команда КАМАЗ-Мастер перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь» неожиданно выкатила гоночный грузовик нового поколения. Его главное отличие — кабина серии К5, то бишь перелицованный модуль от Мерседеса «Актрос». Представители прославленного спортивного коллектива подчёркивают, это не новая кабина на старом грузовике, а именно следующая генерация рейдовой техники. Впрочем, подробности последуют позже. В движение Камион приводит шестицилиндровый 13-литровый турбо-дизель. Его поставляет китайская компания DCEC, но после форсировки инженерами КАМАЗа мотор выдаёт около 1000 л.с. В трансмиссии трудится автоматическая коробка, так как механика стала менее подходящей для гоночных условий. Семиметровая махина массой 8600 кг умеет разгоняться до 165 км в час. А ещё КАМАЗовцы, правда, сам завод, а не гоночная команда, обнародовали фотографии шарнирно-сочленённого самосвала «Геркулес». До этого мы видели лишь скелет гиганта без кузова и кабины. Грузоподъёмность крупногабаритной новинки 35 тонн. Конструктивно карьерный КАМАЗ представляет собой последовательный гибрид. То есть дизельный мотор вращает генератор, а тот передаёт энергию тяговому электромотору. Российское представительство концерна «Стелантис» предложило клиентам новую версию фургонов «Пежо Эксперт» и «Ситроэнд Джампи» с длинной базой и высокой крышей. Известно, что пластиковый колпак будет делать ульяновская фирма «Автодом». Новая крыша увеличивает внутреннюю высоту, благодаря чему объём грузового отсека вырастает почти до 7 кубометров. Правда, задние створки отсека остаются стандартными, дабы сохранить прочностные характеристики несущего кузова. Доплата за более крупный формат составляет около 200 тысяч рублей. При этом заказчику дозволено выбрать стандартное или усиленное шасси, механическую или автоматическую коробку, передний или полный привод. У маленького «Пежо Партнёра» свои новости. Так фургончик обзавёлся из-за термической модификации. Она дороже стандартной на 66 тысяч рублей, но позволяет возить охлаждённые или замороженные продукты. В гамму заложены две версии. Первая рассчитана на температурный режим от минус 10 до плюс 12, а вторая от минус 18 до плюс 12. Они отличаются толщиной теплоизоляции и материалами отделки грузового отсека. Притом холодильная установка – платная опция.